Здравствуйте, мои дорогие! С вами Оксана Дуплякина и проект Дау Путь Женщины. Сегодня мы с вами поговорим на тему семейных взаимоотношений. О том, как избежать конфликтов в паре. Каждой женщине иногда хочется взять в руки сковородку и стукнуть ей по башке мужа. Но мы этого не делаем. И копим агрессию себе. А потом мы начинаем плохо спать или болеть. Или начинаем еще больше орать на мужа, отчего еще сильнее портим семейные отношения. Ни первый, ни второй выход неэффективны. Но если третий, давайте сегодня об этом поговорим. Фраза из письма моей читательницы. Вчера я хотела убить своего мужа, так он меня доконал. Но потом у меня в голове что-то щелкнуло. Я надела кроссовки и пошла на пробежку. Первый километр я бежала и материла его про себя, на чем свет стоит. На втором километре бега я успокоилась. Пробежав три километра, я уже пришла в совершенно миролюбивое настроение. И вернувшись домой, помирилась с мужем. Вам важно понимать, что любая женщина с интеллектом способна свой внутренний негатив вывести в позитивное русло. Главное было бы намерение. В каждом человеке есть энергия творить. Она называется либидо. И энергия убивать. Она называется мартида. Эти энергии нам были даны для выживания вида. В древности людям было необходимо как размножаться, проявляя влюбленность к противоположному полу, так и защищаться, проявляя агрессию к тем, кто грозит выживанию человека. Конечно, в современном мире это уже не актуально. Нам не нужно ночами защищать свой дом от волков и тигров. Но с природой трудно поспорить. Конечно, поколение за поколением мы меняемся, становясь более хрупкими и изящными, способными больше работать головой, чем руками. Но потребность любить и убивать живет в нас так же сильно, как много тысяч лет назад. Мы так же, как в каменном веке, иногда испытываем агрессию, злимся и хотим растерзать тех, кто мешает нам жить. Как говорил Кондрат Лоренц, агрессивность, служащая у животных выживанию вида, у человека перерастает в гротескную и бессмысленную форму и из помощника превращается в угрозу выживания. Конечно, современный человек научился бороться с этими врожденными потребностями. Если начальник возбуждается при виде глубокого декольте своей сотрудницы, он не кидается сразу же ее насиловать, так как понимает, что за это его могут серьезно-таки наказать. А жена не стремится стукнуть чугудной сковородкой по башке мужа, так как понимает, убью мужа некому будет зарплату в дом приносить. Но какой ценой нам все это достается? Если постоянно подавлять энергию убивать, человек направляет ее внутрь себя. Начав копить злость и раздражение с понедельника, к среде он уже весь кипит и бурлит, как разбуженный вулкан. Он переполняется внутренней агрессией, а к субботе в аккурат уже устраивает дома грандиозный скандальчик. Если же не позволять себе этого, то вся эта агрессия направляется внутрь самого человека, лишая его при этом возможности спокойно спать и даря ему целый букет заболеваний. А что самое обидное, человек не понимает, что его запрятанная глубоко внутри агрессия к теще однажды обязательно переродиться в язву желудка? Мы с самого детства приучали себя так скрывать свою агрессию, чтобы не обзывать вредных учительниц или не орать на пенсионеров в общественном транспорте. Ведь неприлично же так себя вести. А скрывая свою внутреннюю агрессию, мы совершенно разучились ее чувствовать. У вас болит голова, а откуда взялась эта головная боль, вам непонятно? Мы часто не можем отследить вчерашний неприятный разговор с начальником. Истерику ребенка или отказ мужа сделать ремонт? Да, мы промолчали, ни на кого не наорали, никому не дали по шее или по попе. А сегодня у вас почему-то болит голова. Почему только? Что происходит с человеком, если не снимать внутреннее напряжение? Оно накапливается в вашем организме, делая из здорового человека совершенно больного инвалида. Что с этим можно сделать? Бороться с энергией МРТ, да, можно двумя путями, конструктивным и деструктивным. Первый деструктивный вариант – это наркотики, алкоголь, или, как вариант попроще, это компьютерные игры с драками, убийствами, отрубанием голов и кровищей на весь экран. Алкоголь или компьютерные игры прекрасно снимают внутреннее напряжение. Но все это неизбежно вызывает привыкание и ведет только к одному – к декрадации личности. Второй путь я называю конструктивным, так как он полезен и для нашего здоровья, и для развития нашей личности. Для снятия внутренней агрессии идеально подходят любые виды единоборств. В крайнем случае купите грушу, которую можно колотить, и регулярно снимать свою внутреннюю агрессию. Подушка тоже как вариант подойдет. Такой милый вид хобби, как цветоводство или огородничество, тоже прекрасный вариант. Ведь он позволяет убивать целые толпы цветочных вредителей, а также дает нам возможность устроить борьбу с сорняками. Еще тут важно взрыхлять или копать землю, то есть тоже что-то портить, что-то вредить, пересаживать цветы, удаляя с них отмершие корни. Именно поэтому многие предприниматели или политики, жизнь которых полна стрессов, занимаются выращиванием роз или орхидей. И это правильно, так как когда ты потравил у своих любимых розочек всех жуков и гусениц, и убедился, что все твари передохли, а розы выжили, ты успокаиваешься, и уже курс рубля что-то не так сильно и беспокоит. Голова не болит, и ты спишь спокойно. Такие виды деятельности, как плотничество, когда ты стругаешь древесину или вбиваешь гвозди. Или капитальный ремонт с крушением стен или сдиранием обоев, тоже хороши как вариант. Если дома изрезать все старые рубашки или футболки на полосы, а потом связать из них коврик, вы можете полностью себя удовлетворить. Порезав, вы перепортите кучу вещей и успокоите вашу эмортида. А связав коврик, вы удовлетворите свою либидо этим творческим занятием. Хирургия, стоматология, мануальная терапия это прекрасные способы снимать на работе внутреннюю агрессию. Если вы не хотите дома периодически устраивать скандалы, заведите себе привычку. Играть вечерами вместе со всей семьей в метание дротиков. Если у вас маленькие дети, рисуйте вместе с ними страшных чудовищ. А потом безжалостно их сжигайте и топите в унитазе. Еще можно поиграть в войну, расстреливая друг друга из водяных пистолетов. Или лупя друг друга подушками. После этой нехитрой игры ваши дети гарантированно будут спать спокойно. Еще как вариант, можно вымать всю свою злобу на мужа или на начальника. Для женщин это идеальная практика, так как они свою квартиру, даже съемную квартиру, считают частью себя. Поэтому, вымывая всю грязь и обиду из квартиры, мы неосознанно вымываем всю грязь из своего тела. Мы неосознанно отмываем свое тело от гнева, злобы и обиды. И при этом очищаем свою душу. Что после генеральной уборки, как правило, и ощущаем. Берете тряпочку, наливаете в ведро воды, насыпаете туда свои любимые чистящие вещества. Вперед! Главное, чтобы во время данной терапии никого не было дома. Это даст вам возможность полностью насладиться процедурой. В процессе вымывания грязи из дома, громко, с чувством и расстановкой ругаем своего обидчика. В эмоциях и чувствах можно не скупиться. Триом пол со всей яростью. И в процессе терапии представляем, как вся наша злоба вымывается вместе с этой грязью из нашего тела. Важно именно представлять весь этот процесс. Прожить его, прочувствовать, проговорить. Я вымываю всю грязь из кухни и вместе с этой грязью вымываю всю свою внутреннюю злобу вот на этого вот козла. Сливаем грязную и злобную воду в канализацию, наполняем ведро чистой водой и переходим к следующей комнате. И так постепенно можно вымыть весь свой скопившийся гнев. После такой интенсивной практики арт-терапии многие наши курсантки пишут, что стали здоровее и жизнерадостнее. У кого-то перестала тянуть руку, перестала болеть нога или прошла боль в пояснице. А бонусом еще и похудели, так как у них прошла потребность заедать свой стресс. И правильно, чем заедать свой стресс, лучше его вымыть. И дома чище, и фигура стройнее. Ну, и как вариант, есть самый простой способ. Когда ваша внутренняя агрессия берет верх, нужно зайти в другую комнату, где тебя никто не видит. На работе могут подойти любые подсобные помещения. И яростно присесть 10-20 раз, представляя, как вместе с потом вся ваша внутренняя агрессия выходит наружу. Как вы очищаетесь, и вам становится легче. А вы при этом очищаетесь, свежеете и приходите к внутреннему спокойствию. Если же вы хотите получить полный комплекс методик, как избежать стресса, и приводить себя к внутренней гармонии, осваивайте нашу культуру неоранья. Она научит вас достигать желаемого в отношениях с людьми. Совершенно спокойно, с выгодой для себя и собственной нервной системы. Кстати, вы можете прочитать статьи на эту тему. И научиться грамотно уходить от любых конфликтных ситуаций, улучшая при этом отношения с людьми. В этих статьях вы научитесь лучше разбираться в том, как устроена ваша психика, и почему вы иногда испытываете стресс и раздражение на людей. И как с этим можно бороться. Вы действительно научитесь не орать на людей и спокойно выходить из любых стрессовых ситуаций. Ссылку на эти статьи вы можете посмотреть внизу под роликом в описании. Подписывайтесь на мой канал. Кстати, в следующих видео мы с вами поговорим о том, как избегать споров с вампирами. Вы получите простые эффективные методики по развитию коммуникативных навыков, которые позволят вам выходить из любых конфликтных ситуаций победителем. Взвежите, очищайтесь и не копите в себе то, что вам совершенно не нужно. Учитесь не орать на близких людей, а выпускать свою злобу конструктивными способами. Живите спокойно и будьте счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!